Запись. Ну вот, теперь включил. Значит, еще раз, Терема Баб поговорит о том, что если есть две прямые и тройки точки А, В, С, Д, Е, Ф на этих прямых, то точки пересечения пар прямых, вот эти синие точки, лежат на одной прямой. А Е, В, Д, С, Е, В, Ф, Д, С. Синие точки лежат на одной прямой. Так, почему-то... А вы все видите? Вы всю доску видите? Да, нормально. Да, все хорошо, да, ага. Просто я... Все отлично, да? Да, даже крупненько сегодня, так хорошо. Ага, ага, да, супер-супер. Да, я другие маркеры нашел. Хорошо. Значит, синие точки лежат на одной прямой. Вот такое утверждение. Как это можно было бы доказывать? Тут, ну, во-первых, получилось, может быть, кто-то, у кого-то есть какие-то идеи. Потому что задачка была в листочке. Ее, если успел, если кто-то посмотреть на нее, какие-то идеи или, наоборот, вопросы, замечания по ней. А вот соединяете, вот вы почему вот BE, вот, например, никогда не соединяется? Или вот именно соединение такое вот, как бы, заранее заданное? Ну, я на самом деле не заранее заданное, просто так эта картинка выглядит довольно симметрично и красиво. Ну, вообще-то, безусловно, можно взять вот там три точки, да, и другие три точки. И мы выбираем еще раз пары, да, то есть, например, я могу взять, сказать, что, ну, неважно. Вот у нас есть первая, вторая, третья точка. И брать любые пары. Например, могу взять первую, вторую здесь и там первую, третью здесь. Могу взять вот там вот такие две прямые и их точку пересечения. Для второй, третьей, например, взять, как я тут нарисовал, тоже вторую, третью, взять их точку пересечения. А для первой, третьей у меня, соответственно, останется здесь первая точка пересечения. А ведь можно даже сделать так, что они, в принципе, не пересекутся. И как тогда? Да, хорошо, сейчас прокомментирую, да? То есть я хочу сказать, что у меня есть три пары 1, 2, сверху, ну, вот наверху непрямой, 1, 3 и 2, 3. И здесь тоже есть три пары 1, 2, 1, 3 и 2, 3, да? И я соединяю точки из этих пар. Например, я вот тут соединил 1, 2 и 1, 3. 1, 2 и 1, 3. Потом я соединил 2, 3 и 2, 3. 2, 3 и 2, 3. Значит, я тут 1, 3 должен соединиться 1, 2. 1, 3, 1, 2. Вот так вот. Не очень у меня получилось. Не очень хорошо получилось. Ну, а, допустим, почему 3, 3 не может соединяться? Не очень хорошо у меня получилось. Не очень хорошо получилось, да? А, может быть, я не правду говорю. Наверное, для любых... Там вроде не любые тройки. Да, да, да. Обманул, обманул, согласен. Не любые три. Не любые пары вот так можно соединить. Да, ну, смотрите. Почему мы берем именно так? Потому что есть... Ну, вот, две прямые и три точки. Соответственно... Давайте я сначала объясню, что значит, когда они совсем не пересекаются. Да, я хорошо согласен, что я обманул, что не любые пары можно брать, потому что тут очевидно, что ничего не получится. Обман, обман, обман. Ну, хорошо. Это возьмем со скобки. Если прямые не пересекаются... Во-первых, это утверждение проективное. То есть мы живем на проективной плоскости, да? Таким образом, если у нас вдруг так казалось, что прямые не пересекают, то значит, что их точка пересечения — это бесконечно удаленная точка. Теперь как мы выбираем вот эти точки? Ну, на самом деле это... Я хочу сказать вот что, что у нас есть проекция, да, которая переводит... Ну, если вот у нас есть проективная плоскость, то это проективная прямая. Одна проективная прямая и другая проективная прямая. Ну, я все время пишу R, неважно. И у нас есть проекция. Мы знаем, что если есть три точки на проективной прямой, мы их можем перевести в любые другие три точки на проективной прямой. И вот мы переводим проективным преобразованием, там, дробно-линейным преобразованием, если хотите, A, B, C, F, D, F. И говорим, что дальше... И рассматриваем такие точки, что вот если... То есть нам тут важно, что мы перевели... Мы тут говорим, что вот переведем... Сделаем такое преобразование, что R переходит в E. Да, вот так, наверное, хотим. Нет, мы хотим, чтобы A, B, C, наверное, переходил в D, E, F, действительно. И рассматриваем такие точки, пересечения... Ну, вот у нас A перешло в D, а есть еще точки E, F. Соответственно, мы берем пересечение A и образ, прямой, соединяющий A и образ точки B. Есть одна прямая и A, соединяющая A и образ точки C. А это другая прямая. Вот есть две прямые, выходящие из A. Дальше есть B, при проективном преобразовании прямой переходит в E. И у нас есть две прямые, соединяющие B с образами других двух точек. Таким образом, из каждой точки мы опускаем две прямые. И, соответственно, для точек D, E, F то же самое. То есть я могу тут написать A1, B1, C1. У меня в виду, что они вот так вот связаны. Почему у меня тут ничего не получилось? Почему у меня тут ничего не получилось? Давайте я подумаю над этим. Ну, важно, что в таком порядке получится. Почему у меня получилось? Казалось бы, тоже существует проективное преобразование, которое, если я хочу выпустить из вершины 1 в 2,3. То есть я 1, у меня перешло в 1. если я из 2... А, вот тут вот в чем проблема, да, смотрите. Если я говорю, что у меня из точки 1 выходят прямые в 2,3. Это значит, что 1 перешло в 1. А, да, все нормально. Значит, 2 перешло в 2. Из 2 выходит в 1,3. И 3 перешло в 3. Из 3 выходит в 1,2. А, ну тогда все правильно, да. давайте я как-то... Вот другой пример, да. Значит, если есть точки А, В, С, они перешли как-то по-другому. Не в таком порядке в А1, В1, С1, а в другом порядке. Например, А перешло в А1, В перешло в В1, да, а С перешло в С1 вот сюда. Тогда я по этому правилу что делаю? У меня А перешло в А1, таким образом я из А провожу прямые в В1 и в С1. Не в образ А. Теперь В перешло в В1. Я из В провожу прямые в А1 и в С1. С перешло в С1, значит, я из С провожу прямые в А1 и в В1. И какие я беру точки пересечения, теперь важно. Я беру не те, которые мне хочется, а я беру такие точки пересечения. А в образ В1, В в образ А1. Значит, А в образ В1, В в образ А1. Вот у меня получилось для параллельной прямые на этой картинке. Значит, я должен взять ноты к точку пересечения. Теперь А в образ С, С в образ А1. А в образ С1, С в образ А1. Надеюсь, сейчас что-нибудь получится. А в образ С1, С в образ А1. И В в образ С1, С в образ В1. Получилось. Да, вот эти две точки и эта синяя точка все лежат, а нет. нет, нет, нет. Какая-то ерунда получилась опять, да? А кто-нибудь сидит за руками, я правильно все делаю? А в образ В1, В в образ А1, А в образ С1. А, вот, я неправильно же точку отметил. А в образ С1, С в образ В1. Этой же точки нет, а есть вот эта точка. вот этой точка нет, а есть вот эта точка. И все правильно. а именно вот эта прямая через эти две точки, она параллельна вот этим двум прямым, значит, проходит через эту бесконечно удаленную точку. давайте я запишу. А вы спросите еще, потому что вопрос был очень правильно, видите, я сначала вас хотел запустить. То есть пусть при проективном преобразовании А переходит в А1, В в В1, АС в С1. Причем неважно, как именно упорядочены точки А и В, А, В, С, А, В, С1. Ну, вот А, В, С как-то упорядочено, как упорядочено А1, В, С1. Здесь неважно. Ну, вот классическое упорядочено такое, такое же. Тогда мы берем синие точки, это точки пересечения пар прямых. А переходит в образ В1, в образ В, В переходят в образ, соединяем А и образ В, В и образ А. Такие пары прямых. Вот эти синие точки, синие точки, это, давайте скажем так, это точки пересечения L, прямой, соединяющий А и В1, пересечь с прямой, соединяющей В и А1. Итак, вот L от А, В1, это прямая через А и В1, то есть через А и образ В1. Это пересечение двух прямых, ну и, соответственно, это вторая прямая. И таких прямых, соответственно, у нас есть АС1 и ВС1. Получается, три точки синие. Нормально? Вроде бы я ответил на вопрос и скорректировал утверждение так, что теперь уже она даже и совсем не. И понятно, что значит, вот что бывает, что они пересекаются. Да, бывает. И тогда, тут даже у меня получилось на картинке, видите, что это синяя прямая параллельно этим двум красным. Так, в чате тут вроде все хорошо, да? Хорошо. Отлично, отлично, замечательно, молодцы. Теперь давайте я сотру, оставлю только самую красивую картинку, вот такую симметричную. Как это доказывать? Да, как доказывать, что такие три синие точки лежат на одной прямой. Ну, есть даже способы такие координатные, линейно-алгебраические, я бы сказал. Но мы, конечно, так как мы живем на проективной прямой, проективной плоскости, будем действовать проективно. А именно, вы знаете уже, что если есть проективное преобразование, оно задается проективное преобразование, вы даже знаете, что мерного пространства, задается образами n плюс двух точек. А мы тут живем, значит, ну, вообще-то на плоскости, да? Таким образом, у нас есть проективное преобразование плоскости. Почему, как это вообще связано с этой картинкой? Почему мы можем, почему я говорил про проективное преобразование прямых, потому что, ну, у меня была трое-ка точек на одну прямую, трое-ка точек на другую прямую. Я их мог перевести одну в другую и что-то про это говорить. А теперь у нас есть просто картинка на плоскости, вопрос, как бы, при чем тут проективное преобразование. А идея вот какая? Значит, идея довольно общая. Составить в том, что если есть на плоскости какая-то конфигурация из прямых и точек, ну, каких-то их пересечений на плоскости, то причем нет никакого утверждения про длины, про отношения длин, только утверждения про конфигурацию точек, то это утверждение не меняется при проективных преобразованиях плоскости. То есть геометрические утверждения утверждения про геометрические конфигурации конфигурации на плоскости, про прямые и точки и их пересечения не меняются при проективных преобразованиях. То есть это если есть какое-то утверждение, то оно остается верным после того, как мы сделаем проективное преобразование этой плоскости и посмотрим на образ всех элементов не меняются при проективных преобразованиях. вот это идея непонятное? Ну понятно. То есть если для одних точек соотношение верно, то для других тоже, например, будет верно. Да, да, да. И таким образом мы, а я замечу, что проективное преобразование это очень сильная штука. Как вы помните, мы научились треугольник переводить, ну вообще, что мы четверку точек, умеем переводить в любую другую четверку точек. Ну такую, что никакие три из них не лежат на одной прямой. Если у нас есть четверка точек, тогда мы можем перевести в любой никакие три из них не лежат на одной прямой. Любой четырехугольник можем перевести в любой другой четырехугольник. Это очень большая свобода. То есть вы понимаете, что мы, например, произвольный четырехугольник можем проективным преобразованием перевести в квадрат и понятно что а дальше доказать какое-то частное утверждение для квадрата уже и она будет верно и для произвольного четырехугольника это очень сильно и очень упрощает жизнь давайте с помощью этой идеи попробуем придумать какой-нибудь проективное преобразование такое которое эту картинку придет более симметричной в которой мы уже простыми идеями там из школьной геометрии сможем это доказать а вот когда мы доказываем как бы для квадрата мы должны использовать какие-то то что при проективной геометрии не сломается или чем угодно можем пользоваться конечно да конечно тем что сломается то есть мы не можем утверждать если мы мы не можем утверждать например что если у квадрата там мы получим какую-то картинку для квадрата да ну грубо говоря и будем узнать что тут какая-то точка а.б. тут какая-то точка к что это отношение 1 к 3 конечно если мы сделаем обратно проективное преобразование то это отношение не сохранится безусловно вот это 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 правильный вопрос да про то что это утверждение должно касаться только точек пересечения прямых это отношение 1 к 3 можно в каком-нибудь доказательстве использовать то есть ну в доказательстве можно использовать но это не должно быть исходное утверждение то есть мы не можем сказать что это отношение было 1 к 3 значит она там сохранилась да если мы с помощью него что-то доказали что какие-то прямые там параллельно например да с помощью этого соотношения мы доказали там что на пример эти две прямые параллельно какие то тогда значит когда мы придем брата в нашу картинку то эти две прямые пересекаются то есть проективная геометрия не сохраняет расстояние не сохраняет углы и да да и сохранять простые отношения только двойные отношения сохраняли. Ну, на прямой. Но она сохраняет точки пересечения. То есть если точки пересечения и принадлежность одной прямой. То есть, например, в данном случае мы хотим сказать, что три синей точки лежат на одной прямой. Мы хотим перевести эту картину в какой-то более симметричной, на которой мы будем, мы сможем доказать элементарными методами, что эти образы этих трех точек лежат на одной прямой, тогда и прообразы при этом проективное преобразование тоже будут лежать на одной прямой. Или, например, если нам надо было доказать, что какие-то две прямые пересекаются в одной точке. Допустим, у нас была задача, какие две прямые пересекаются в одной точке. Мы можем сделать проективное преобразование, какая-то конфигурация, что-то там дано, и надо доказать, что две прямые, почему две прямые, извините, три прямые пересекаются в одной точке. Вот такая задача. Мы делаем, если вдруг мы придумали такое проективное преобразование, которое, например, переводит эту конфигурацию в такую, что эти три прямые параллельны. Тогда мы понимаем, что они проходят через бесконфильную точку, все, значит, и здесь они тоже проходили через одну точку, потому что соотношение, ну, свойства пересекаться в одной точке сохраняется при проективном преобразовании. Ну, или мы перевели эту картину в какую-то совсем элементарную, что мы видим, что они просто пересекаются в одной точке. Значит, теперь вопрос, какие, что мы можем делать, да, какие преобразования, как нам, как придумать такие преобразования, которые обращают эту картину геометрическую, эту геометрическую конфигурацию. Ну, опять же, мы, у нас большая свобода, да, наша свобода состоит в том, что у нас есть свобода четыре точки, не лежащие на одной прямой, ой, никакие три, извините, из которых не лежат на одной прямой, перевести в любые другие четыре точки. Таким образом, вообще любые, там, три точки, да, ну, мы можем брать сколько, не обязательно, нам не обязательно однозначно сдавать это проективное преобразование, поэтому можем взять несколько из этих четырех точек, там, одну-две, перевести куда-то так, чтобы картина была, она стала более симметричной. И посмотрите, что получается. Четыре точки, ну, вершины квадрата, ну, любые четыре точки. Вершины трехугольника, да? Почти любые четыре точки. Ну, вот вопрос. Как вы думаете, куда, что тут можно, как можно более симметрично сделать картинку? Я не предлагаю сейчас прямо сразу задать вот, взять четыре точки какие-нибудь, и сказать, что эти четыре точки переходят туда-то. Можно просто делать последовательно, сказать, например, вот эту точку мы отправим в такую-то точку, и посмотреть, что получается. Спроектировать одну из точек на бесконечность, да. Это хороший план, Алина пишет, что спроектировать одну из точек на бесконечность. Почему? Потому что тогда точка пересечения этих двух прямых станет бесконечно удаленной, и, в смысле, эти две прямые станут параллельными. Ну, какую тут, какую бы точку отправили на бесконечность, например? Алина предлагает отправить на бесконечность. Можно. Можно так делать. Давайте, может быть, два, что ли. Мне почему-то этот способ всегда меньше нравился. Можно и так делать. А давайте, может быть, просто, мне кажется, такой более наглядный способ, это вот эту точку отправить на бесконечность. Конечно, эти две прямые изначально могли быть параллельными, но если нет, то давайте вот эту точку отправим на бесконечность. Эта точка, ну, какая-нибудь, то есть, D. Так, значит, вот мы точку пересечения этих прямых, D, отправим на бесконечность. Тогда у нас станет две параллельные прямые. Как еще можно картину симметризовать? Ну, вот у нас, пусть, сейчас мы закутаемся тут со штрихами, да, но не важно. Значит, у нас есть на этой картинке А, В, С, А, В, С, и тут будут штрихи. Значит, у нас есть А штрих, А куда-то перешло в А штрих, на этой прямой, там, С куда-то перешло в С штрих. Ну, куда можно перевести точку Б штрих? Точку Б в смысле. Ну, так, чтобы попроще было. И вот тут есть А один штрих, как-то тоже, я не знаю, С один штрих, да? Ну, я так симметрично рисую, чтобы нам было потом удобно. Ну, вот куда перевести точки? Мы точки Б и Б один можем перевести куда угодно. Ну, на прямых А штрих, С штрих, А один штрих, С один штрих можем перевести куда угодно. Мы вообще абсолютно свободны. Да, да, Анжела предлагает переводить в середину. Отлично. Я согласен. Это будет удобно рисовать. Значит, давайте Б переведем в середину середина А штрих, С штрих, ну, и Б один, соответственно, в середину середина середина А один штрих, С, ой. А один штрих, С один штрих. Вот сюда поставим Б штрих, а сюда поставим Б один штрих. Тогда у нас получается куча таких очень чуть ли не одинаковых трапеций. Мы соединяем так. Ну, тут, видите, я еще удобно нарисовал, конечно, чтобы себе рисовать было удобно. Да. Что можно сказать? Ну, вот, например, вот эти две точки возьмем, крайние. Как-то их надо обозначить. Д. Давайте X, Y, Z. X, Y, Z. Значит, вот это вот X штрих, а это Z штрих. Что можно сказать про прямую X штрих, Z штрих? Ну, параллельно вот этим вот двум. Ну, да. Это как-то там какое-то подобие, наверное, да, там. Ну, не знаю, вот этот. Как это надо объяснять, что если эти отрезочки там, не знаю, длин А, а это длин Б, то вот это относится к этому так же, как А к Б, и это относится к этому тоже, как А к Б, поэтому в этом треугольнике там это относится к этому так же, как там Б к А плюс Б, что-то такое, да? Ну, в общем, вы согласны, что параллельно? Это просто, что X штрих, Z штрих параллельно нашим прямым изначальным, просто из элементарного подобия. Это L1 и L2 штрихи. Это L1 и L2, то X штрих, Y штрих параллельно L1 штрих параллельно L2 штрихи. Тут вроде как никакого вопроса нет. Правильно? Так, какое-то молчание. Ну, я согласна. Общество не знаю. А может быть, вам не нравится, что я тут оперирую с длинными? Это не страшно, потому что опять же, я волен переводить B и B1 туда, куда я хочу. На этой картинке я хочу сказать вот середина, отлично. И тут я с этими серединами могу делать, что хочу. И использовать то, что это середина тоже могу на этой картинке. Я не могу сказать, что потом у меня тут B будет середина или еще что-то такое. Но на этой картинке я могу использовать что угодно про эти середины. Да, и ZLanguage, что согласна. Хорошо. Анна, что-то пока не было слышно, но я надеюсь, что понятно вы спрашиваете. Значит, X штрих, Y штрих и L2 штрих параллельно. Ну, теперь если еще есть Y, наверное, там тоже все получится. Значит, если есть тут Y штрих, то же видно, что эти два треугольника подобны с эфициентами A к B, 2 A к 2 B. И, значит, вот это к этому тоже относится как A к B, и поэтому эта прямая тоже параллельна этим двум прямым. То есть, X штрих, Y штрих тоже параллельна. Значит, все это одна прямая параллельно этим черным прямым. Отлично. Значит, мы доказали даже больше, чем хотели. мы доказали, что прямая, мы доказали не только то, что эти три точки лежат на одном прямой, но и то, что она параллельна двум прямым А к B и L2 штрих. Значит, в прообразе, вот это у нас было проективное прямоназование, кут-фи, значит, в прообразе здесь это синяя прямая X, Y, Z, не только все лежат на одну точку, но она еще и проходит через вот эту точку пересечения. Да-да-да-да-да. Вот. Все. Доказали. И это... То есть, с одной стороны замечательная теорема совершенно красивая, в которую мы даже разобрались в условиях. А во-вторых, замечательный пример очень общего принципа, что много планиметрических задач, ну, просто даже, я не знаю, школьных, олимпиадных, да, решается таким способом, упрощением картинки. Но это такой частный профит от проективной геометрии, но вообще-то это очень конструкция глубокая. И дальше мы с ней еще столкнемся с этой теоремой парки. Собственно, почему я с нее начал сейчас. Хорошо. Значит, это был сюжет один. Давайте вопросы. пока я стираю. Извините, в итоге утверждение очень простое и олиниевым способом Купернак продолжала, что очко оперативной скорости тоже все получится, безусловно. Можете, попробовать это делать. Это тоже поучительно. Значит, другой сюжет, о котором я сегодня хотел поговорить, это протопологию. Сейчас, наверное, РП2 как топологическое пространство. Я так, без предупреждения, какую-то топологию, но все будет очень, я надеюсь, базово и понятно, даже если вы ничего не слышали, что такое топологическое пространство и так далее. Что я хочу сказать, что ну вот есть такой такой раздел математики, который называется топология, и в нем объекты рассматриваются с точностью до гомеоморфизма, а именно гомеоморфизм строго говоря, это такое преобразование что у него есть обратное и они оба непрерывны, а если таким очень ненаучным языком говорить, да, то ну что такое непрерывная функция, да, это что близкие точки, переходят в близкие точки, так очень грубо говоря, гомеоморфизм, а что такое гомеоморфное, ну и вот там можно сказать, что открытые множества более-менее переходят в открытые множества, но вообще гомеоморфизм, если смотреть на объекты, если мы живем в трехмерном пространстве, объекты на какие-то поверхности в трехмерном пространстве, то гомеоморфизм, то есть какие поверхности мы называем одинаковые, которые мы умеем растягивать, сжимать, мять, как угодно, но не рвать, нам не разрешено рвать и нам не разрешено из поверхности делать углы, да, то есть например, ну вот если значит я говорю про то, какие объекты называются в топологии одинаковыми, да, например, вот если вы представляете, я сейчас говорю про гомеоморфизм, пару слов, вот например, если вы представляете пончик, да, пончик, тут у меня имеется в виду, что вот это это его как бы дырка, это сам пончик, а это его дырка, да, такой, ну, это то же самое, что кольцо такое, да, тор, да, да, это тор, это тор, но это то же самое, например, с точки зрения топологии, что гиря, а именно, ну вот, если мы представим себе гирю, да, это, что такое, это сфера, шарит, к которому приделана ручка тут, вот, топологически это одно и то же, потому что мы можем так перетянуть этот тор, так что, ну вот, у нас будет тут кусочек сферы, и дальше такая ручка, ну, то есть, вот такие, какие-то непрерывные деформации разрешены в топологии. А если не сфера, а кубик? Да, кубик тоже нормально, да, это то же самое. Просто мы там говорили что-то про углы, я думала, что... кубик тоже можно, да, кубик тоже можно, имеется в виду, что не должно быть таких плохих особых точек. Кубик, но вот с тоже, с ручкой, да, это тоже, это то же самое, да. Углы имеется в виду, что хочется, чтобы... Ну, в общем, да, это в другом немножко смысле, такое можно. И, например, да, часто топологические пространства представляют... Ну, хорошо, да, это потом. Вот. Это про гомиомортизм. А теперь, ну, как с этой точки зрения можно понимать РП2? Давайте обсудим. Как мы знаем, РП2 это прямые в трехмерном пространстве. Через начало координат проходящие. Давайте я нарисую полусферу такую. Ну, просто там единичную, например, полусферу, которая лежит на плоскости X, Y, да, у нас X, Y, Z. Шапку такую. не очень хорошо получилось, не очень хорошо получилось, но вы представили себе, да, просто здесь такая шапка, половина сферы, половина большой сферы, я вниз отрезал. Тогда понятно, что каждая прямая, проходящая через начало координат, каждая точка нашего РП2 протыкает сферу либо в одной точке, если это не горизонтальная прямая, да, и в двух диаметрально противоположных, если это горизонтальные прямые, плоскости X и Y. Тут все понятно. Таким образом, что получается? Получается, что если мы говорим про РП2, про проективную плоскость топологически, то можно сказать, что это вот такая сфера, а можно сказать, что это на самом деле диск, потому что ну давайте мы можем эту шапку сплюснуть на плоскость X и Y. Каждая точка этой шапки это точка нашего РП2, то есть у нас получился диск полностью, но еще у него склеены противоположные концы, потому что когда мы проводим прямую в плоскости здесь, она пересекает в двух точках, которые на самом деле одна точка. То есть у нас пока получилось, что РП2, давайте я так буду писать, это такой диск, у которого отождествлены противоположные диаметрально предположенные точки. Вот так вот. Вот так вот они отождествлены, склеены. Диск, это диск с отождествленными противоположными, диаметрально противоположными точками. Диаметрально противоположными точками. Хорошо. Давайте тогда выкинем диск. Рассмотрим РП2 минус диск. Выкинем этот диск, чтобы он нам пока не мешал. У нас получится РП2 минус диск. РП2 минус диск. Это такая окружность со склеенными противоположными точками. Как это можно нужно себя понимать? Вот давайте, как и предложили, давайте я вместо окружности скажу, что это квадратик. Только я поаккуратнее нарисую. Квадрат. но у него склеены ну, то есть тут надо понимать, что углы, конечно, у него скруглены, просто я так для удобства нарисовал. Но у него склеены противоположные ребра. Да? Каким образом? У нас они склеены ну, вот по кругу, да? Если я нарисую, то вот эта красная сторона, она склеена вот с этой красной стороны. А вот эта синяя сторона, склеена вот так вот с этой синей стороны, то есть диаметрально через центр квадрата, да, вот так. Вот такая картинка получилась. Хорошо. Но теперь ключевой вопрос, что это такое? Это, кстати, может быть, должно быть, может быть вам знакомо. это тоже есть у вас в математическом парке. Ну, тут давайте начнем с простого. Вот если вообще как получаются какие-то поверхности, да? Я хочу сказать, что это какая-то сейчас будет двумерная поверхность. Почему? Потому что, например, если возьмем квадрат... На лист мюрлюса не очень похож. Да, 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 да. Это лист мюрлюса. Это лист мюрлюса. Там же вроде только одна пара скручивается. Или вы пока только одну выделили? Вы хотите сказать, что... в листе мюрлюса только одна пара склеится, да? В листе мюрлюса действительно только одна пара склеится, да? Да, тут две. По-моему, эта окружность как раз-таки должна получиться. Или шар, я... Я что-то про это находила, но это точно не лист мюрлюса, если их две. Мне вообще казалось, что что-то похоже типа на этот же тор или на что-то непонятное. Да, 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 да. Ну, смотри, тут... Не очень хорошо у меня получилось объяснить. Действительно, лист мюрлюса получится, если вот так просто склеить. Правильно? Правильно. Это получится лист мюрлюса. Но... Да. Да, 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 да. Сейчас разберемся, где я тут вас обманул. Что я не так сказал? Наверное, вот я не так сказал. вот тут я не очень хорошо объяснил, потому что я на самом деле... да, 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 вот тут мне что-то пишут. Я думаю... да, 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 да. Тут я немножко вас обманул в каком месте. Потому что, видите, я тут сказал, что выкидываю диск, а выкинул я вообще-то диск без границы. Помните, была полусфера? Диск, это все-таки диск вместе с границей, в смысле это круг, а я тут выкинул диск, а границу оставил. Потому что, ну, я сказал, что вот я выкидываю всю внутренность, а границу продолжаю склеивать. И поэтому не очень хорошо у меня получилось, потому что, да, и поэтому я хотел, чтобы совсем уж было просто, но совсем просто не получится. То есть я тут на самом деле еще диск недовыкинул. Я еще из этой, вот из этой окружности со склеенными противоположными точками должен как-то выкинуть окружность еще, минус окружность. Понятно, что я хочу сказать. Поэтому тут, конечно, все правильно у нас было, вот так и так. Но это пока не лист медовицы, конечно, как мы правильно говорим. Но это еще и не совсем наша... Выкидываете внутренность круга, да, то есть как бы сама граница только остается. Да, 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 да. Оно, саму границу я еще не выкинул. Минус окружность. И, ну да, это, конечно, так прям совсем наглядно не видно. Оно вот это на самом деле... Ну, вы правы, что получается... Ой, лист лента мербьюс, когда мы склеиваем две стороны, но оказывается, что выкидывание окружности, если мы склеим так, еще потом вот так, и выкинем окружность, то как раз разрезание вот той поверхности, которая получится по окружности, даст нам ленту мербьюсу. То есть это, вы правильно говорите, что это будет какая-то поверхность, и когда мы из нее вырежем окружность, разрежем ее по окружности, получится лента мербьюс. Это, конечно, не так уж супер наглядно, как мне хотелось вам представить, но, тем не менее, значит, это двумерная поверхность. Двумерная поверхность. После вырезания окружности, то есть после разрезания по окружности, получается лента мербьюс. Я обещаюсь прислать, есть видео, которое чуть-чуть более, может быть, наглядно это продемонстрирует, но это правда. Сейчас я, наверное, лучше уже это не смогу объяснить на доске, и просто рукомахательством. Но, наверное, ну, то есть поверить в это можно, да, потому что, действительно, вы правы, да, что, чтобы получить ленту мербьюс, надо склеить всего две, а тут мы склеиваем еще две, и как раз мы вот эту, то есть у нас есть синие, да, и красное. И красное – это будет окружность на этой поверхности. И когда мы разрежем по этой окружности красную, у нас останется только ленту мербьюс. Вот. Такое топологическое описание проективной плоскости, опять же, связанное с вашим математическим парком замечательного уровня. Вопросы. Я замолчал, потому что жду еще каких-нибудь… Вы молодцы, я очень рад, что вы меня на длинный поводок не отпускаете, следите, это очень хорошо. Жду еще каких-нибудь вопросов. Следующий сюжет. Как-то у нас получилась такая третья лекция про немножко разрозненные пока сюжеты. Ага, Тимур написал, что получается, да. Но мы все их соединим вместе на четвертой лекции. Ну, кроме этого, это был отдельный сюжет, такой просто, не знаю, для связи и вообще расширения сознания. Значит, третий сюжет — это гармоническая четверка точек. Гармоническая четверка точек. Вы знаете, а некоторые знают даже хорошо, те, кто Алина… А, Тимур пишет, что если выкидывать всю внутренность диска… В смысле, если выкидывать диск без границы, там все-таки мы же видим, что не получается какая-то двумерная поверхность, с которой надо еще что-то вырезать. Ну, по-моему, нет. Ну как, мы же… Ну, видно, что не получается… Что получается двумерная поверхность. Ну, из каких-то общих соображений тоже надо выкидывать неоткрытый диск, а именно замкнутый диск не по-моему. Ну, то есть я готов еще над этим подумать чуть-чуть, но, по-моему, я все-таки глобально прав. То есть глобальное утверждение такое, что Rp2 минус D1, то есть минус диск, замкнутый диск, это лента медлянца. То есть надо выкидывать именно замкнутый диск. Ну, я готов, готов. Ну, вроде-то правильно. А, вы каким-то другим способом ее получаете. Ну, хорошо, может быть, еще обсудить подробнее на семинаре, и я покажу, выложу видео. Ну, не мое видео, а с просторов интернета, где это так наглядно тоже объяснилось. Хорошо, значит, сейчас я заглянул весь порчик, но некоторые, Алина, точнее, вот решила задачу про то, какое бывает двойное отношение. Значит, мы сейчас будем говорить про четверки, двойное отношение четырех точек на проективной прямой. Значит, была задача... На самом деле, это будет про задачи 9 и 10 из листочка. Да. Про задачи 9 и 10 из листочка. Про номера 9 и 10 из листочка. Вот есть гармоническое двойное отношение четырех точек. Пусть оно равно K, тогда оно бывает при другом порядке точек, может получиться другое двойное отношение. А именно вот это двойное отношение по определению, да, это C минус A D минус B делить на C минус B D минус... Соответственно, в зависимости от... Где C и A, это координаты. Когда я пишу C минус A, это значит координата C минус координата A, то есть длина отрезка C со знаком. И в зависимости от расположения точек ABCD на прямой мы получаем разные... разные значения этого двойного отношения. Есть некоторые выделенные случаи. Выделенные случаи значения этого двойного отношения. довольно примечательные. В частности, есть один очень сильно выделенный случай, когда это двойное отношение равно минус 1. Значит, если... Но определение такое, что если K равно минус 1, ну, как знает Алина, при другом порядке точек это то же самое, что 1, 2 или 2. В этом выделенном случае в зависимости от порядка точек могут получаться вот такие отношения. Еще 1, 2 и 2. То есть, если вот K такое, то ABCD называется гармонической четверкой точкой. То ABCD это гармоническая четверка точек. вопрос. Придумать такие... Ну, просто вот давайте предъявим. Когда двойное отношение ABCD равно минус 1? Ну, там, на второй или двойке. Ну, мы тут вчера тоже решали со Светланой Ивановной. Так. у нас возникло предложение, что вот AB как бы вот посерединке от C и D по краям, но на равных расстояниях от вот этой вот точки. Вчера тоже свой консилиум. Ага, отлично. Так, это я пока оставил, тут не стираю. Ну, не знаю, но просто была такая мысль, что, например, AB находится посерединке, а вот это вот C и D... Ну, А, А, B, ну, точки идут А, B, потом вот левее, чем А, у нас находилась точка D здесь, а C с той стороны, но D, A равно B, D. D, A, B, C. Ну, вот после B идет C. Ага, и вот эти два равны. Да. Так, давайте напишем. Ну, это наш представитель. Кто такое... А мы пишем ABCD, да? Давайте, если я сюда тоже напишу. C минус A B минус D, C минус B, D минус A. Так, да, да, что получается? Ну, то есть, вы говорите, что это какая-то длина A, это длина B, это длина A, да? Вот так. То есть, C минус A это A маленький A плюс B, B минус D это тоже A плюс B, C минус B это A. Нет, что-то получается у меня получилось вот так вот. не очень минус единица получилось. То есть, да, еще-еще. мы хотим просто предъявить на прямой такие четыре точки. Напоминаю, кстати, что у нас проективная прямая. На проективной прямой четыре точки так, чтобы двойное отношение было равно минус единице, ну, или двойки, ну, минус единицы хочется. в числителе там D минус B? Да, да. D минус B. Ой, D минус B, правильно, я не написал. D минус B должно быть, да-да-да-да. D минус B должно быть. Получается, да, если... То есть, тут минус, еще один минус должен быть, но все равно не получается. Даже если, например, можно же взять тут тоже одинаковый, например, тут тоже такой же A, тогда это будет A и A, тогда уже лучше, тогда это будет 4. 2 на 2 на А, но не минус 1. Да-да, Тимур пишет, что можно использовать бесконечно-даленную точку. И это ценно. Это немножко усложняет вычисление, но вроде мы в прошлый раз на семинаре научились обращаться с тем, когда что-то в двойном отношении бесконечность, там надо просто предел рассматривать. Но я предлагаю одну из точек на бесконечность догнать. Тоже, как и Тимур. Ну, я хочу сказать, что это же неспроста специальный случай. Он должен быть суперсимметричным. Ну, какое самое симметричное расположение вы себе представляете? Если одна точка на бесконечности, то три другие как? все считают, я правильно понимаю, поэтому молчат. ну, правда же, что самый симметричный случай вот такой. Ну, вот отдай эту бесконечность недаленную точку. Ну, в нуле даже нам же не важно, ну, можно в нуле, да, да. То есть, можно даже сказать, что это там, 0, 1, ну, даже нам, на самом деле, не очень важно, да, что это 0, именно 0, да. Ну, просто какая-то, какая-то точка. я просто предлагаю, что вот эта середина это ответственная а бесконечность. Можно сказать, 0. Это 0, это, например, ну, раз у нас есть уже а маленькая, это а маленькая, а это два а маленьких. Координаты, в смысле, да? А это бесконечность. Тогда скажите, как, что я должен писать в качестве двойного отношения? Тогда чему равно это двойное отношение в этом случае? Ну, c минус а это два а. Правда? d минус b. Ну, давайте, как мы научились уже в прошлый раз, я буду говорить, что у d координата x, а потом x устремлю к бесконечности. Так, я прям напишу предел, проектировать все бесконечности, и дальше я пишу, значит, 2а, а тут я пишу d минус b, то есть x минус a, да? x минус b, c минус b, это a, а d минус a, это... Ну, что-что? Получается? Ну, а двойка же получится, нет? А, это просто x, да? И в пределе будет 2. Я согласна. В пределе будет 2, да? Мы делим делю, а сокращается, получается 2. Ну, у меня не получилось минус единицы, видите, но получилось двойка. Но тогда в каком порядке надо взять, сейчас Алина нам скажет, в каком порядке надо взять, чтобы получилось минус единицы? То есть в каком порядке расставить точки? Ну, или в составе только же скорую? Ну, должно быть то же самое, что это середина Адреса, ну, и бесконечно удаленная точка. Но теперь какие имена им присвоить АБЦД, в каком порядке, чтобы получилась минус единичка? Ну, видимо, нужно поменять местами А и Б. А и Б. Тогда С минуса будет это тогда тут будет значит, С минус А это А, Д минус Б, ну, снова Х, вообще-то это что-то неправильно написано, но не важно, С минус Б, ой, только минус А. А теперь будет одна вторая, да. Теперь будет одна вторая, да. Теперь будет одна вторая, да, опять, один из этих случаев, но не наш. Давайте убедимся, что получается, что еще можно, да, можно. Там уже Алина предложила. А, А, Д, С, Б. Считаем, С минус А 2А, Д минус Б, смотрите, Д минус Б это минус Х, да, потому что мы все-таки изменьшим, когда прочитаем больше. Ну, да, ну, да, по-хорошему, давайте писать честно, А минус Х, А минус Х. Теперь С минус Б это 2А минус Х, и Д минус А это А. Опять двойка получается. Двойка получается, да. Опять двойка получается. мы делим на Х, это ноль получается, и опять двойка. А вот так он получится, А, Синб, да. эта инфляция, Спасибо. Так, пока тоже никаких... Но вы считаете, правда? При таком расположении вроде один получается. Когда СБА? Нет, АЦБ. АЦБ. По-моему, у меня получилась двойка, но, в общем, явно не то, что нужно. Один не может получиться. Один не может получиться. У нас получается пока все правильно. Получается все время одна вторая и двойка. Но нужно еще меньше единицы. Причем довольно много раз. Я подумаю. Когда СБА тоже подчиняется. Получается двойка. Да. Нет, ну, может быть, надо ДЭС бесконечности увести. Может, А отправим в бесконечность? Можно. Она и там, и там вроде как есть. Или не принципиально как есть. Ну вот, да, тут, как я могу, пока вы считаете, помочь, что если двойное отношение равно К, то бывают, на самом деле, такие еще значения двойного отношения. Единица на К. К минус 1 делить на К. И К делить на К минус 1. То есть всего 4 разного бывает. Но вот этот минус единица в тот случай, когда из 4 остается 3, потому что минус 1 и 1 делить на минус 1, это тоже минус 1. и поэтому они начинают совпадать. Поэтому Алина, если посмотрит на свои вычисления, мы знаем, что... Ну да, вот одна вторая — это одно из этих значений. Ну давайте, надо придумать. Спасибо. У нас плавно, плавно перетекает лекция в семинар. Спасибо. onz бел С-Обот С-А-Б С-А- Это просто минус x. да, у нас первая точка 0 d минус b это a c минус b это минус a а d минус a это 2a минус x смотрите, получается, да? да, действительно, мы делим ну, мы считаем предел делим, получается эта штука стремится к нулю 2a делить на x и остается как раз эти минусы уходят остается как раз минус 1 ура! отлично! и c, b, d да, и супер, отлично отлично, по крайней мере, мы убедились ну вот что получается только 3 таких это замечательно ну, хорошо такая четверка называется гармонической и значит, давайте c, a, b, d c, a, b, d да равно c, a, b, d ну и давайте, наверное, сейчас устроим небольшой перерыв там, как обычно, да, 15 минут и на семинаре, видимо, продолжим продолжим обсуждать гармонические четверки я хочу несколько крайних слов сказать ну и посмотрим, что успеем и еще прорезу по 2, чтобы надо было сидеть отлично, хорошо значит на этой радостной ноте, что все получилось мы перерыв 15 минут, да? а, хорошо а, хорошо